Петрозаводская консерватория имени композитора Александра Глазунова отмечает 55-летие. Основанная в 1967 году как Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории, она в 1991-м была преобразована в самостоятельный вуз. На торжествах, посвященных 55-летию, было много поздравлений. За эти годы консерватория завоевала авторитет как Центр подготовки высококвалифицированных специалистов, Центр концертно-исполнительской и научно-методической работы в России и за рубежом. Сегодня в открытую дверь войдет ректор Петрозаводской консерватории Алексей Александрович Кубышкин, художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Петрозаводской консерватории. Начало нашего разговора с ректором состоялось на уроке по классу дирижирования. «Октябрь уж наступил, уж роща отрыхает». А вот я вам покажу, потому что вы это пропускаете. Вы пропускаете, где у нас темнор делится на два. Последний. Да. Вы можете представить, что у нас было три голоса, а стало четыре. Это должно быть для вас маленьким событием, а может быть и немаленьким, потому что вдруг четыре голоса. Тенор был один, а стало два тенора. Поэтому в этот момент не только смотрите на альтовый голос, который у вас начинает петь выдержанный звук, но и тенора, которые вдруг разделяются на два. Для вас это должно быть маленьким событием. Ясно, да? Попробуем. Работа с первокурсниками. Сам Алексей Александрович начинал здесь тоже с чистого листа свою работу ректора. По-другому же звучит? По-другому. И ухо по-другому. Вы даже немножко улыбнулись, потому что вы услышали, наконец, эти два тенора. Его назначили 4 декабря 2018 года на эту должность. Он стал шестым ректором Петрозаводской консерватории. Скажите, пожалуйста, а вы родом из Сибири, да? Да, в Омске учился, а потом приехал в Москву, поступил в Российскую гнев музыки в Мигнесинах. Вначале на хоровое дирижирование, закончил как хоровой дирижер, дирижер академического хора. На выпускном курсе, на пятом курсе меня пригласили хормейстером в прославленный коллектив камерный хор, в московский камерный хор под управлением Владимира Николаевича Минина, патриарха хорового дирижирования. Я поработал там год хормейстером, через год меня пригласили уже работать на кафедру хорового дирижирования в Академии музыки в Майоле Маматер. Для меня это было огромным подарком, для меня счастье работать в таком прославленном вузе. И уже работая на кафедре хорового дирижирования, я поступил в класс к заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору Владимиру Петровичу Зиви, замечательному симфоническому дирижеру. И уже у него пять лет обучался уже дирижерскому искусству, оперно-симфоническому дирижированию. Ну а потом приехал в Петрозаводск. Трудно себе представить, какова была бы музыкальная культура и вообще в целом культура нашего края, если бы не было консерватории. Какое огромное количество заявок городов-миллионников на то, чтобы в этих городах были консерватории. Но всего в России десять консерваторий. И Петрозаводская консерватория – это одна из десяти консерваторий. Вуз, который определяет развитие высшего музыкального образования в нашей стране. Все становление этой консерватории проходило на моих глазах. И при моем участии, при участии активного министерства культуры. Я работала при практически всех ректорах. Но здесь всегда были хорошие ректоры. Здесь и Калаберда был замечательным ректором. И Владимир Александрович Соловьев тоже. Я с ним очень тесно работала и очень долгие годы работала. Я очень благодарна подающимся композитору Геннадию Вавилову. При его активном участии создавалась здесь Финно-Угорская академия. Вот 55 лет прошло. Сегодня новый ректор. Ректор творческий, ректор профессиональный, выпускник Российской академии музыки имени Гметьевна. В нашем коллективе продолжают работать педагоги, которые уже около 50 лет работают в нашей консерватории. И мы их очень уважаем, ценим. Потому что без этих педагогов невозможен вуз. В то же время у нас работают и педагоги, которым нет и 30 лет. У нас есть преподаватели, которым, как условно мы их называем, среднего возраста 40-50 лет. Поэтому в этом вопросе у нас сейчас есть, как мне представляется, хороший баланс. Можно так показать. Большой труд за 55 лет. Все педагоги, которые оставили свой след в истории консерватории, здесь обозначена большая работа большого коллектива. И мне очень приятно, что мы, наконец, всех педагогов, которые оставили свой след в консерватории, увековечили в этой книге, посвященной юбилею нашей консерватории. Виктор Саулович Портной отметил 50-летие своей работы в Петрозаводской консерватории. Преподает на кафедре специального фортепиано. Профессор, заслуженный деятель искусств России и Карелии. Среди его учеников – лауреаты международных конкурсов. Александр Лубянцев – лауреат международного конкурса имени Чайковского. Это его выступление здесь, в Большом зале консерватории, на благотворительном концерте поддержку возрождения старинного карельского храма в селе Кончезера. Сейчас Александр Лубянцев – старший преподаватель в родном вузе. За 55 лет консерватория подготовила более 5000 исполнителей, композиторов, дирижёров, актёров, музыковедов. Это 51 выпуск 2022 года. Выпускники Петрозаводской консерватории работают по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Выпускница 2001 года Ирина Дмитриевна Устинова возглавляет Карельскую государственную филармонию. Она – заслуженный работник культуры Карелии. По всему миру звучит голос меццо-сопрано звезды мировой оперы Юлии Маточкиной, выпускницы Петрозаводской консерватории, где она училась под руководством профессора Виктории Алексеевны Гладченко, заслуженной артистки Карелии и России. На сцене Большого зала родной консерватории Юлия Маточкина выступила на благотворительном вечере в поддержку возрождения старинного храма в селе Кончезера. Всего 55 лет, и какие успехи, какой масштаб, какое качество подготовки студентов. С этим я хочу поздравить, конечно, весь профессорский и преподавательский состав. Очень всегда приятно приезжать в Петрозаводск и видеть, что, скажем так, дочка подросла и стала совсем самостоятельной, красивой, современной, модной, а главное, успешной. Это так приятно осознавать. Вот мне, как человеку, который представляет Петербургскую консерваторию, которая в свое время стала как бы инициатором, ну, филиал открылся здесь, очень приятно все это видеть. Сейчас у Петрозаводской консерватории, на мой взгляд, замечательный руководитель, перспективный, очень энергичный, замечательный дирижер. Вот буквально на прошлой неделе симфонический оркестр консерватории имени Глазунова приезжал в Петербург для того, чтобы поздравить нас со 160-летием. У нас тоже в этом году круглая дата. Вот, и надо сказать, на сцене капеллы оркестр произвел настоящий фурор. Это их не хотели отпускать. Публика приветствовала в конце концерта, стоя их, кричали «Браво!», и на самом деле отпускать не хотели. Я думаю, что здесь виноват дирижер. Петрозаводская консерватория носит имя Глазунова, а для Петербургской консерватории имя Глазунова чрезвычайно важно, потому что, во-первых, это один из немногих ректоров, который руководил 23 года. Сегодня вечером в качестве своеобразного музыкального приношения мы совместно с Алексеем Александровичем планируем исполнить его замечательную пьесу под названием «Песнь Министреля» для виолончели с оркестра. Когда я сюда пришел, здесь было два оркестра. Камерный оркестр и симфонический оркестр. Но, положа руку на сердце, ни тот, ни другой оркестр не были укомплектованы полноценно. И было принято решение объединить два оркестра в один большой симфонический оркестр. Надеемся, что если контрольные цифры приема на исполнительские специальности будут увеличены, мы сможем вернуться к двум оркестрам. Но сейчас пока это не представляется возможным, потому что мы ограничены в тех студентах, которые у нас есть. Поэтому на данный момент, мне кажется, было оправдано, что у нас один, но большой симфонический оркестр. Оркестр такой, каким он и должен быть по количеству участников. Это порядка 80 студентов. Мы посмотрели в наши приказы, в историю наших приказов и выяснили, что в 2003 году, 22 октября, указом министра культуры Российской Федерации и Петрозаводская консерватория получила имя Глазунова. И мне кажется очень логичным, что мы 22 октября решили праздновать День Глазунова. И вот уже три года мы отпраздновали День Глазунова. Это тот ориентир, на который, мне кажется, мы все должны равняться. Что изменилось в учебном процессе в консерватории за эти четыре года при новом ректоре? Кстати, в праздничные для консерватории Дни здесь проходил еще и обмен мнениями о состоянии современного музыкального образования в России. Впервые в истории консерватории у нас семь руководителей музыкальных вузов страны, семь руководителей музыкальных училищ нашего, не только северо-западного региона. Поэтому для нас это большой праздник. Я всем вам выражаю большую благодарность. Цель этого круглого стола была услышать не только проблемы высшего музыкального образования, а также проблемы среднего звена и, конечно, нашей музыкальной школы. Самая большая проблема, это проблема, наверное, не только музыкального образования, это недофинансирование. Если не будет пересмотрен вот этот процесс финансирования, то мы можем потерять и уникальную систему нашего трехступенчного образования. Потому что наши выпускники вузов не хотят идти работать в средней профессиональной организации, потому что там очень маленький заработный плат, не говоря уже о музыкальных школах. У нас два факультета. Два факультета, 12 кафедр. Мы действительно готовим штучный товар. У нас не поставлен этот процесс на поток, как в других вузах. У нас есть специальности такие, как дирижирование, когда на одного студента работают сразу три педагога. Это непосредственно профессор по специальности и два концертмейстера. В этом и уникальность, и дороговизна нашего образования, музыкального образования. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас студентов занимается в консерватории? На всех факультетах и сколько этих факультетов? На всех факультетах, но если мы берем в том числе, а мне хочется все время говорить, что такие же студенты, как и наши, это студенты, мы их условно называем платниками, те студенты, которые учатся за счет своих средств, это в первую очередь студенты из Китайской Народной Республики, то вместе с китайскими студентами у нас порядка 700 студентов в консерватории. Что по отношению развития отношений международных, то здесь, конечно, исторически так сложилось, что мы находимся на приграничной территории, и десятилетиями складывались наши взаимоотношения с университетами Финляндии и Норвегии. И здесь мы еще два года назад были, как говорят, впереди планеты всей. Российские консерватории нам завидовали, что у нас есть такая возможность обмена студентами, обмена профессорско-преподавательским составом. Но в связи с сложившейся геополитической ситуацией мы сейчас пересматриваем свои международные связи, и здесь, конечно, в первую очередь выходит на сцену это азиатские страны, это Китайская Народная Республика. И здесь мы говорим о том, что если еще в 2009 году, когда начинались международные связи между Россией и Китаем, то единственным партнером у нас был Шанхайский педагогический университет. Выпускники бакалавряток приезжали к нам учиться в магистратуру. То есть сейчас только официальных соглашений у нас три соглашения с большими университетами, а представители 19 провинций из 23 обучаются в Петрозаводской консерватории. И на данный момент количество студентов из Китая вместе с подкурсом у нас доходит до 200 студентов. Две недели назад состоялась встреча с генеральным консулом Корейской Республики Южной Кореи, господин консул при Галканах-Петрозаводск, и у нас в этом году уже обучается трое студентов из Южной Кореи, и мы договорились расширять это сотрудничество с тем, чтобы в Петрозаводске также обучались студенты из Южной Кореи. Вот я вижу, у вас вымпел Белоруссии. Вы знаете, очень любопытный факт. Дело в том, что несмотря на то, что с российскими консерваториями мы со всеми общаемся, но только с Белорусской Академией Музыки у нас подписано соглашение о сотрудничестве. И вот мне было очень приятно, что на наш юбилей приехал ректор Белорусской Академии Музыки, Лена Викторовна, замечательный музыковед, руководитель, и мы договорились о том, что наши творческие и научные связи будут расширяться. Наша Академия очень дорожит дружбой и связями с Петрозаводской государственной консерваторией, и я, прежде всего, хотела бы сказать слова благодарности за приглашение на этот замечательный юбилей, на котором мы чувствуем себя как дома. Кто это наш большой друг? Это Светлана Володарна Сельцова, которая была одним из организаторов и вдохновителей замечательного конкурса с названием «Карелия, Беларусь». Этот конкурс, международный конкурс, был проведен первый раз в 2021 году и объединил исполнителей на фортепиано. Это те, для кого фортепиано – не основной инструмент. То есть это дирижеры, музыковеды, скрипачи, вилончелисты, трубачи. И вот они состязались именно в игре исполнения на фортепиано. Конкурс оригинальный, он отличается от многих других, потому что в нём есть и научная часть, в нём есть презентативная часть, в нём есть популяризаторская часть. И всё это направлено на то, чтобы современная музыка, современное искусство, музыка наших композиторов, мы не живущих нашего времени, композиторов наших регионов, российских композиторов-современников, чтобы эта музыка приобретала больше широкий резонанс и через руки наших студентов, через головы наших молодых преподавателей, которые могут принимать участие в конкурсе, всё это популяризировалось и развивалось. Ректор консерватории Алексей Кубышкин считает, что Петрозаводская консерватория выступает сегодня олицетворением интеллектуальной и духовной жизни всего Северо-Запада России. И в этом направлении активно работает симфонический оркестр консерватории, оркестр русских народных инструментов, у истоков которого стояли замечательные музыканты, выпускники Ленинградской консерватории, академический хор. Его история началась в 67-м году под руководством Эльмиры Седовой, выпускницы Ленинградской консерватории, духовой оркестр, созданный в 60-е годы, фолькнольный ансамбль «Истокия». Он существует с 95-го года. Это студенты и выпускники кафедры музыки финно-угорских народов. Его бессменный руководитель, заслуженный деятель искусств Карелии Светлана Николаева. Алексею Александровичу нет еще и 40-ка. За 4 года его работы в консерватории появилось немало новшеств. Ну а что же осталось неизменным? Ну, безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что мы находимся в уникальном месте в Республике Карелия, где есть свои традиции, где есть свои композиторы, где есть своя, не похожая ни на что музыкальная культура, в целом культура. И наш оркестр регулярно исполняет музыку корейских композиторов. Буквально полгода назад мы играли на юбилей нашего выдающегося композитора Геннадия Алексеевича Вавилова. Мы играем музыку Бориса Дмитриевича Напреева и многих других композиторов. Поэтому здесь работа нашего оркестра, не только нашего оркестра, а вообще коллективов консерватории, безусловно, соприкасается с музыкой корейских композиторов. У каждого человека в жизни есть какой-то девиз. Ну, может быть, так громко сказано, девиз. А какому правилу следуете вы в своем творчестве именно музыкальном? Вы знаете, я все время говорю студентам своим, и, наверное, тоже это является отчасти моим кредо, это самодисциплина и самообразование. Потому что без этих двух составляющих в нашей профессии ничего не добиться. Какими бы вы ни были талантливыми, одаренными, спасибо родителям за вашу природу, но без труда ничего в нашей профессии, да, я думаю, в жизни не получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин